Доброго времени, дорогие любители домашней экзотики! Для оформления интерьера квартир сложно представить себе растение более декоративное, чем папоротник. Плацетериум бифуркатум – роскошный представитель тропических лесов восточного побережья Австралии. И, конечно, появление в наших квартирах такого редкого гостя – целое событие. Второе название – оленей рук – папоротник Плацетериум получил благодаря роскошной кроне, образованной двумя парами листьев – фертильными и стерильными. Давайте поможем ему справиться с дорожным стрессом и переменой климата, максимально приплесив условия содержания к естественной среде обитания. Плацетериум бифуркатум – эпифитное растение в природе располагается под пологом дождевого леса, поэтому в качестве основы я выбрала струганную, обработанную по краям сосновую доску, предварительно соединив между собой и высорлив по одному отверстию с каждого края. В центре композиции закрепим с двух сторон шурупы со свободными краями. В качестве подложки и источника питания для Плацетериума мы используем муксфагнум с кусочками перегнившей коры, мелкими фракциями перегнивших листика, мелкими фракциями и частичками торфа. А также лесной бок – свежий и зеленый. Это богатая питательная среда для подложки нашего растения. Для образования чаши нам потребуется более крупная фракция мха сфагнума с частичками перегнивших листьев. В свое время они также станут источником питания для скобы растения, но сразу после пересадки помогут композиции сохранить и влагу, и эстетичный внешний вид. Следующий участник пересадки Плацетериума на блок станет леска рыболовная, калиброванная 0,8 мм. И ножницы для обрезания кончиков лески. Перед началом работы завяжем узелок на конце лески и оденем его на свободно торчащий кончик нашего шурупа. Предварительно смочив из пульверизатора водой обратного осмоса мелкие фракции сфагнума, мы начнем формировать нашу подложку. Аккуратно распределяя по поверхности влажный субстрат, крупные частички можно немножечко разломать на более мелкие фракции. Убедимся в том, что свободный край, образованный в петельку, хорошо закреплен на выступающей части шурупа. После чего для удобства в работе обрезаем леску, оставив около двух метров свободного края. Поочередно провздевая в отверстие свободный край лески, мы формируем некое подобие сетки, который будет фиксировать питательный субстрат на блоке. Чем крепче мы сумеем закрепить нашу леску на блоке, тем крепче будет держаться наша конструкция. В своей работе в качестве крепежного элемента я использую калиброванную рыболовную леску 0,8 элемента. На мой взгляд, эта толщина оптимальна для того, чтобы не резать корешочки нашего растения, сохраняя их здоровье. И в то же время, это достаточно плотная лента для того, чтобы удержать вес платицериума и питательного субстрата на блоке. Поскольку это королевское растение будет располагаться в домашней оранжерее, для нас также будет являться важным внешний вид нашего блока. Прозрачность лески как раз даёт ощущение лёгкости и невидимости крепежных элементов. Поочерёдно провздевая леску в отверстие, мы образуем некое подобие снежинки. И это тоже очень важно, потому что придаст элемент определённой лёгкости нашей конструкции. Платицериум бифуркатум очень стойкий и жизнелюбивый. Платицериум бифуркатум не любят замыкания. Поэтому мы не станем формировать слой, толстый слой нашей подложки, а сделаем его достаточно аккуратным, не более полутора сантиметра в толщину, но очень питательным и пригодным для жизни нашего королевского папоротника. Подложим в сторону полностью выполненную работу по формированию нашей подложки и займёмся непосредственным папоротником. Перед нами стоит задача достать из транспортировочного горшка этот великолепный экземпляр папоротника. Для этого мы тихонечко обстучим его с разных сторон и аккуратно достанем. Папоротник предварительно двое суток оставался без подлива, успев подсушить грунт. В течение двух суток грунт хорошо просыхал, и поэтому сейчас от корешочков очень хорошо отделяются фракции, даже не знаю от чего, потому что очень сложно определить состав незнакомого мне грунта. У нас есть необходимость, особенно тщательно, почистить место соединения корневища и стерильных вай нашего папоротника, для того, чтобы формирующая скоба получила как можно больше нового питательного субстрата, что позволит получать максимум витаминов и, конечно, органики, питательных элементов и влаги в том числе. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью утверждать, что данный вид папоротника категорически не любит замыкание, и у него очень-очень маленькая корневая система, поэтому очистить от старого субстрата нам его необходимо как можно лучше и тщательно. Родиной Платицериума по праву считается остров Дентри и отделившийся от материка восточную часть австралийского побережья. Острова Архипелага занесены в список мирового природного наследия человечества и уникальной темы, что на них проживают 14 из 17 самых древних растительных форм. Очень плавными движениями отделяя остатки субстрата и высвобождая поверхностные корешочки, сейчас я его как раз нащупала, и мы его освободим. Вот так вот выглядит корешочек нашего с вами роскошного Платицериума. Результат работы получился замечательный. Теперь оставив посудину с остатками грунта, мы перейдем к работе непосредственно на блок. Сейчас нам необходимо выбрать то положение, в которое мы закрепим наш эпифитный папорник. У нашего экземпляра Платицериума уже сформировался нижний стерильный листик, поэтому нам проще определиться с местом его положения. Аккуратненько закрепляем, аккуратно-аккуратно прижимаем. Крепим кончик нового свободного края лески и выкладываем крупные фракции мха, образуя корзину. По мере роста стерильной ваи, нижней стерильной ваи, она будет захватывать образованную сфагнумом корзину и формировать скобу. Поэтому сфагнум распределяем по поверхности очень равномерно, не образуя бугров и ямочек. Ровно-ровно обкладываем по основанию скобы. Еще раз тщательно закрепив свободный край лески с образованной петелькой на нашем выступающей части шурупа, мы снова начинаем формировать уже знакомый нам выброс корзины из лески. И чем аккуратнее и тщательнее мы с вами ее закрепим, тем действительно будет лучше чувствовать себя наш паворник. В природе Платицериум, житель тропического и субтропического влажного и дождевого климата, вынужден бороться за свое существование и вести эпифитный образ жизни, используя в качестве своего дома стволы деревьев. В своем вечном стремлении прикоснуться к миру солнечного света несут вершины своих вай в солнышку. Роскошные жифроны фертильных вай, покрытых густым восковым налетом ворсина, по которым к основанию нашего растения скатываются капельки росы, дождевые капельки и служат источником поступления влаги к основанию нашего паворника. В условиях домашнего содержания Платицериум стоит избегать попадания прямых солнечных лучей, поскольку это вызовет ожог великолепнейших по своей красоте фертильных вай. В моей домашней оранжерее Платицериум комфортно чувствует себя на северной стороне при условии досветки в период с осени и по весну. Любит крайне умеренный полив без просушки почвы и умеренное опрыскивание. Платицериум будет рад ночному понижению температуры воздуха. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейли и ставьте лайки.